так время у нас есть еще немножко у меня просьба такая что лучше потом вопросы задайте пожалуйста или кто-то еще выступит реплики могут быть какие-то да ну я немного сейчас бы хотел коснуться вот я начинал немножко как вот почему вот менталитет русских и корейцев ну я русских называю всю россию многонациональную как-то совпадают и у корейцев нет таких каких-то конфликтов на национальной основе я уже говорил основу что у нас общие духовные ценности схожие но тем не менее мне кажется еще тут играют еще такая такую роль некие обстоятельства как бердеев говорил русский мужик ушиблен ширью вот русскому человеку это ширь он характеризует его и лично взял взгляд ко всему к окружающим к людям ну а вот противовес этому я бы сказал что корейца сжала а наоборот чеснота маленькая страна маленькие 109 раз меньше чем россия и в этой чесноте надо как-то себя показать выжить ну видимо вот результат того что говорится и каким-то образом все таки добивается своего места под солнцем и это неважно куда его забросили или на гавайи сто лет назад потом образовавшие американских корейцев и вот нас я уже говорил или китайских корейцев или там еще каких-то всего корейцев корейцы уже живут в 170 странах мира ну вот мы только в россии где-то первую десятку только входим а самые большие диаспоры в китае сша японии где там по 2 миллиона или по миллиону вот столько населения даже в канаде а вьетнаме в австралии то за 200 тысяч человек проживают это говорит о том что кореец везде может как-то найти себе место силу своего характера может силу своей исторической судьбы трудно это сказать и касаясь нашего вот отношения вот видимо вот эти противоположности какие-то да которые характерны русскому человеку и корейцу притягивали а с другой стороны много общих черт например вот никакой русские значит он очень гостеприиме правильно пригласит ресторан если он он последние деньги свои отдаст но будет только сам расплачиваться за точно также у корейцев нету такого вот или там еще может не совсем правильный убежал преступник или убегает от властей чего-то кто-то неважно что а у него убережет и скажут нет не видел вот сердобольные и можно сказать еще коллективистки характер тоже есть ну россия сама по себе понятно такая громадная страна и нельзя никакие дела делать если ты не сообщая без общины индивидуально не сможешь у корейцев немножко по-другому у корейцев земли мало тысячи холмов собак озер островков жизнь тяжелая и он рассчитывает только на себя только на своей силы почему и вот это идея чуче северной корее то бишь опора собственно только на свои силы на свои возможности получает отклик принципе я считаю что у каждого корейца в любой обстановке будет всегда искать как где лучше применить свои силы даже советское время у нас было такое в колхозе на тут под не работаем все но вот уговорили говорит ну дайте нам кусок земли на семью от 30 30 семей корейцев это уже уехали после сталина можно было и на северном калказе на украине савропольском клаве дайте нам мы варядные подряд возьмем будем выращивать сдадим восток поскольку как передовой у вас механизатор или звеневой дает остальное в общем тогда оставляйте нам ну хорошо арендные такие договора заключили и все и вдруг стали получать три пять раз больше урожая чем кто-либо когда-то достигал в этих местах там же ведь секрет обыкновенный тоже это всей семьей это семейный подряд считай день и ночь весной выезжает строят шалаш или землянку я не знаю там живут и там работают день и ночь вот и результат поэтому вот даже если я то вот родился в узбекистане до 12 лет жил в узбекистане но я помню уже 56 57 когда эти первые волги были какие-то мотоциклы первые какие-то такие техника радиолы какие-то да у богатых семей корейцев они появлялись прежде чем у каких-либо других вот тому что кореец будет всегда находить способ утвердить себя в любом месте и причем это мне тоже говорили что штатах например английский язык лучше всех осваивают именно корейцы это вот еще один момент когда у нас не несколько зациклены на образовании все старики и говорят обязательно учись и без без образования ты никто я к тому что вот как бы не было тяжело вот 50 60-е годы наши родители продавали последнюю корову я помню даже по себе где-то она старыми рублями 2000 рублей стоило это 200 рублей новыми да и вот эти 200 рублей ты берешь едешь в москву санкт-петербург тогда ленинград новосибирск куйбышев и все ну как ты после этого можешь вернуться ты обязательно должен поступить вот так уже те годы значит сейчас по этому показателю мне кажется на молодое поколение корейцев отстает вот то поколение которое испытало все эти тяготы и и где те еще были очень боеспособные но тем не менее сейчас другая структура жизнь другая но тем не менее учитывая все эти моменты начинают все таки держаться и идти в ногу сколько мы уже говорим ну может быть вот буквально еще пять минут и пусть и люди задают вопросы лучше да или выступает последним моментом хочу сказать что все это достигается не просто так значит даже менталитет возьмите корейцы и в корее почему они достигли таких фантастических успехов в южной корее прежде всего потому что вот помимо всего этого значит есть такое понятие у корейцев так значит поли 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 быстро быстро все делать быстро учиться работать и достигать успехов все это наиболее подклеснул еще диктаторский режим пак чанки как бы к нему не относились в общем он сделал современную корею ведь и старину то поли поли не было потому что правящий класс наоборот думал говорил медленно степенно выражался даже не так спешка считалась так это уделом таких недалеких нормальных людей но вот жизнь поменялась теперь у нее страна так разогналась что теперь надо уже чуть-чуть тормозить даже но уже все люди все уже привыкли к этому ну вот российской корейцы конечно немножко от этого мы уже конечно больше стали с русским менталитетом значит ко всему более шире относиться к жизни значит не только какие-то цели узкие гораздо шире всегда берут и в этом мне кажется наша такая наше преимущество потому что вот иногда мы такой гипотически говорим если бы мы остались там если бы нас насилие не переселили и то еще не известно может быть и среди нас не было бы таких великих людей и корейцев которых вообще в мире нет я имею ввиду людей величины там анатолия кима или юлия кима и там еще других людей потому что не только вот это у корейцев еще есть сильно индивидуалистический характер они чего хотят добиться самостоятельно своим конкретным трудом даже возьмите даже достижения всякие научные там прочее даже спорт вот возьмем первый олимпийский чемпион среди корейцев был тридцать шестом году сонки он уступал в берлине правда на майке была япония потому что когда его чествовали все равно голову опустил знак протеста что вот он вынужден кореец представлять японию вот он одиночный марафонец вот странно даже марафонцы 50 году в бостоне вообще они все три места первых заняли корейцы потом это произойдет девяносто втором году 2001 вот сейчас они считают что на такийской олимпиаде надо вернуть былую славу олимпийцев именно марафонцев уж я не беру там другие виды но другие виды тоже тэквондо бокс стрельба из лука все одиночные командных нет таких достижений потому что характер все таки более индивидуалистический у нас у каждого корейца может так хорошо может плохо как мы есть так и есть единственное скажу что судьба целом была благосклонна корейцы россии чувствует себя полноправным членом дружеской дружеского союза нации и считают себя одним из тоже не самых ну передовых что ли можно сказать и понятливых среди 193 народов и россии и вот этим конечно мы гордимся мы всегда хотим благоцит процветания россии и и всегда болеем думаем что у нас будут еще перейти достижения во славу россии вот хотел бы чтобы вы тоже подключились задали вопросы может какие-то важные моменты я упустил пожалуйста я вижу тут очень именитые люди ребята и и а и и Продолжение следует...